Добрый день, меня зовут Кучер Антон, я директор в студии MetaWebArt и сегодня я вам расскажу о том, что за технология Progressive Web App от Google и для чего она нужна, чем она может быть полезна конкретно вашему бизнесу и вашему сайту. Ну, во-первых, сразу скажу, что это веб-приложение. Такое же приложение, которым вы обычно пользуетесь на своих телефонах, только открывается оно в браузере. Это визуально не видно, то есть вид обычного приложения, но за счет того, что оно открывается в браузере, оно одинаково подходит как для андроидов, так и для iOS, что является уже плюсом относительно стандартных нативных приложений. Во-вторых, вы можете пользоваться этим приложением и пользоваться абсолютно все функции стандартных мобильных приложений, такие как GPS-навигация, Push Notification, сканирование QR-кодов и так далее. То есть такие стандартные функции доступны. Вы, кроме этого, можете опубликовать это приложение в App Store и в Play Market, что тоже является хорошим плюсом, потому что у вас появляются новые площадки для продвижения своего продукта. Особенно это важно для онлайн-сервисов. Ваши пользователи теперь могут иметь ваш сервис на расстоянии клика на своем рабочем телефоне. Вы можете с ними коммуницировать посредством Push Notifications. Ну и, конечно же, что является огромным плюсом, что это все те же самые веб-технологии. Соответственно, если вы добавили что-то на свой сайт, это отобразилось на веб-приложении. Вам не нужно дополнительно программировать это на найти в Android или iOS, что значительно сокращает стоимость разработки и сопровождения вашего сервиса. Поэтому, конечно же, это очень классная технология и она очень выгодна. Есть еще ограничения, потому что iOS не все функции дает использовать этой технологии. То есть, например, работа в фоновом режиме до сих пор недоступна. То, что работает на Android. И, например, при заходе на ваш сайт, на Android сейчас предлагается в автоматическом режиме разместить на рабочем столе герлок вашего сайта. А в iOS пока такого нет. Вы можете только разместить это вручную из настроек. Но, на самом деле, скорее всего, в ближайшее время iOS доработает это, потому что эта технология становится все более-более популярной. Уже достаточно крупные сервисы перешли на работу с ней. Ну, как минимум, по тем плюсам, которые я обозначил, как минимум, это более экономично и удобно сопровождать и дорабатывать в дальнейшем. Поэтому подумайте насчет вашего сайта. Может быть, и вам нужно было перейти. Это недорого, это достаточно быстро. И даст вам дополнительные возможности привлекать своих пользователей еще с таких площадок, как Play Market и App Store. Будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Удачных вам проектов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok